Дальше мы говорим о комплексе неполноценности. Посмотрите два моих предыдущих ролика, я там об этом говорю, о разных аспектах этого комплекса. И завершая тему сегодня хочу сказать, что отказ от извращенных путей компенсации неполноценности, появление стремления к самоутверждению за счет заслуженного поощрения окружающими реальных достоинств и достижений человека, означает движение в направлении душевного здоровья. Мы говорили о том, что наше общество душевно нездорово именно по этой. И вот это одна из причин этого психического нездоровья нашего социума. А именно, еще раз подчеркну, что это стремление к самоутверждению не за счет заслуженного поощрения окружающими реальных достоинств и достижений человека, а совсем наоборот. За счет навязывания себя политтехнологий, обмана, системы власти и подчинения. Вот с чем мы имеем дело. За счет чего? Надменности, высокомерие, самодовольство, ложной системы ценностей, стремление к обогащению, безудержного кореизма и так далее. Конечно, все это фрустрирует глубоко фрустрированное общество наше. За счет насилия, опять же, за счет насилия, пропаганды. Это то, на что тратятся огромнейшие средства на это телевидение. Мы говорили о том, что это просто наркопритон, что телевидение занимается лоботомией, что оно, по сути, превращает человека в овощ, в зомби, зомбоящик. Это все делает наше общество душевно нездоровым. Ну и, конечно же, критерии окружающих, они тоже меняются. К сожалению, общество отравлено. отравлено. И люди уже не соображают сами ничего. Уже после всего поставлено слог на голову. Поэтому и уже и коррупция никого не удивляет, считается нормальным явлением. И то, что телевидение существует за государственный счет. И так далее, и так далее, и так далее. В наши дни, навязчиво, когда навязчиво насаждается неразумно позаимствованная, извиня, культ индивидуализма, у многих встречает настороженное отношение самопонятия общественного интереса, введенное Адлером. Ну вот, давайте прислушаемся к его словам, которые актуальны. Человек, который не интересуется своими собратьями, испытывает самые большие трудности в жизни и причиняет самый большой вред окружающим. Именно в среде подобных людей и появляются неудачники. Вот когда мы говорим о том, что страна упущенных возможностей. Почему это страна упущенных возможностей? Почему люди уезжают из страны? Почему люди не хотят жить в стране? Дети не хотят жить в стране, кончают самоубийством. Почему люди уходят в какую-то неконструктивную деятельность? Не возрослеют, не преодолевают свой комплекс неполноценности. Столько зависимых людей, столько душевно больных. Почему? Потому что человек не интересуется своими собратьями, не интересуется другими людьми. Поэтому он испытывает самые большие трудности в жизни. И он же причиняет самый большой вред окружающим. Мы это видим. Девочка уходит на болото. Там она замерзает. Ее находят. Но у нее уже отморожены конечности. Ей ампутируют ноги. Никого не интересует ее душевное состояние. Почему она ночью уходит на болото прогуляться, проветриться? Никого. Никто об этом не пишет. Никто в этом не хочет разбираться. На самом деле, конечно, ее жизнь не интересует даже ее родителей. Либо вот такое домашнее насилие, прессинг и так далее осуществляется родителями. Вот они, вот эти люди причиняют огромный вред окружающим. Поэтому я говорю, что или политики, например, не интересуются, чем живут люди, игнорируют их. Игнорирование это форма насилия тоже. Запомните это. Запомните, сколько людей игнорируется. Поэтому самые главные люди это психотерапевты, это психологи. Это люди, которые помогают выпрямить кривое, помогают человеку вернуть себе душевное здоровье. Преодолеть все свои комплексы, психотравмы, повзрослеть, стать ответственными, самостоятельными, независимыми. Полюбить себя, принять себя и так далее. Гиперкомпенсироваться. И жить в социуме. Самое главное искусство, это искусство жить в социуме, искусство жить среди людей. Поэтому. Ну и, конечно, власти. Конечно, мы видим, что власти не интересуются людьми совершенно. Часто, да. Вот. И что? Они наносят ущерб. Они заняты собой самообогащением. А возможности, которые есть, вот этот потенциал человеческий, он не раскрывается, он не реализуется. И, конечно, власть тоже наносит ущерб социуму, потому что он не развивается. Социум может развиваться только благодаря людям, которым даётся возможность проявить себя, которых поддерживают, которые что-то делают для социума этого. Вот. И таким образом развивают его во всех планах, во всех отношениях. В техническом, по примеру, да. В интеллектуальном, в культурном, в духовном. И так далее, и тому подобное. Вот. Имейте это в виду. Думайте о других, а не только о себе. Продолжение следует. Продолжение следует...